Сегодня мы хотим рассказать про курс «Я такая», о том, почему, в чем его изюминка, из-за чего такой большой ажиотаж, почему так много народу хотят участвовать в перезапуске, что особенно в этой программе? Несмотря на то, что сексуальная революция произошла давным-давно, и количество материалов, доступного для людей, совершенно неизмеримо, везде в интернете, в книгах, в статьях огромное количество есть и пособий, и всяких техник, и всякой информации. Несмотря на это, информации про то, что происходит в длительных отношениях, в супружеских отношениях, на большой временной дистанции, информации под таким углом поданной, так рассмотренной практически нет. И многие участники нашего курса, который начался в ноябре прошлого года, в «Первый поток», говорили именно об этом, что они впервые смогли поговорить и подумать об этих вещах, потому что нигде ранее не было такой возможности. Вот смотрите, меняется возраст, меняется статус семьи, меняется физическое здоровье, отношения тоже меняются со временем. Если встречаются 20-25-летние люди, у которых 100% здоровье, у них бесконечное влечение друг к другу, то через 7-10 лет, по крайней мере, возраст будет другой, и люди, которые вместе много лет, они не то что теряют что-то в влечении, по сути дела они приобретают. Но это нечто другое. И я вижу, что с первоначальной стадии вот такого вот физического сближения легкого и естественного люди на следующую стадию, когда еще лучше вместе, переходят совсем не все. Очень часто во время, в то время, пока ребенок маленький, пока женщина кормит, пока какие-то приключения, связанные с беременностью, происходят, влечение меняется, и люди не находят новой гармонии. Да, огромное количество литературы по технологии близости, как, чего, куда, каким образом, но мы говорим не об этом, мы говорим о тех барьерах, о тех преградах, которые могут возникать в паре и людьми не считываться. Я, как вижу, да, что хороший терапевтический эффект этого курса, хоть курс и онлайн, да, у него мощнейший терапевтический эффект оказался. Он в том, что люди смогли начать более откровенно разговаривать и увидели, что не только у женщины какое-то состояние, там, поменявшееся. Это и есть трудности, про которые сложно, стыдно, невозможно говорить, потому что, ну, табу-то никуда не делись. Казалось бы, про все говорить можно, а на самом деле люди говорили, что они про это не только не говорили, а и себе вслух не думали. Да, и, конечно, важно, что, несмотря на то, что этот курс сконцентрирован на женском, прежде всего, отношении на женской сексуальности, на женском переживании изменений, которые происходят со временем, оказалось, что и для женщин, и для некоторых мужей, тоже, которым женщины рассказывали, пересказывали, давали смотреть какие-то кусочки этого вебинара, именно возможность стереоскопического взгляда с обоих сторон, со стороны мужской, которую я представлял, со стороны женской, которую представила Екатерина, давала особую возможность увидеть это в целости, в полноте. Иногда кажется действительно, что ничего нового мы там и не говорим, не открываем, но тем не менее люди смогли посмотреть совершенно по-новому на свой брак, на свои отношения. Да, и не просто посмотреть, а что-то изменить. Вот, пожалуйста, простой такой вопрос, домашний тест, который не сделает хуже. Когда последний раз вы давали знать своему партнеру о том, что вас там не вполне устраивает, или что бы вы хотели по-другому в близости? Любым образом, словами, не словами, действиями, косвенно, прямо. И вопрос зеркальный, да, а когда вы такое слышали от партнера? Очень часто люди говорят, а не когда, или там, а последние пять лет? Нет. Мы меняемся, тело тоже меняется, и то, что это одна из областей, где должна быть постоянная такая синхронизация, до наладка, вот это уже одно то, что может произойти. И люди понимают, что они не одни такие рыжие, там полный чат откликов, что я думал, что мы такие одни. А вот, смотрите, у нас здесь там 100 человек и больше. И, конечно, большим открытием для многих людей, участвовавших в курсе, с большим опытом в семейной жизни, было то, что эти отношения могут становиться глубже, интенсивнее, развиваться, достигать своего максимума. Все будет хуже и хуже, да? Да, что это не про то, что как-нибудь дожить. Ведь действительно, это же уникальные, эксклюзивные отношения, которые 10, 15, 20 и более лет выстраиваются между мужчиной и женщиной. Это ситуация, которая может развиваться, в которую можно дальше идти и действительно достигать самых глубинных, вершинных возможностей, которые вообще суждены людям в браке. И это возможно. Про это можно говорить и думать, и работать над этим. Да, и у нас есть наработки. В общем, если вам интересно больше понять себя, партнера, да, и использовать те возможности, которые еще есть в браке, да, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Да, всех призываем.